Километровые пробки образовались на пограничном посту Сырым в Западно-Казахстанской области. Водители пожаловались нашим корреспондентам, что пропуска им приходится ждать сутками. На границе с Самарской областью, где берет начало самое популярное для международных перевозок трасса, побывала моя коллега Ботагос Базарбаева. Это международная трасса Самара-Шымкент, граница Казахстана и России. Как мы видим, не доезжают до пограничного пункта Сырым огромные заторы. По словам самих водителей, пробку растянулось километров на 7-8. Здесь никаких условий нет. Вы сами видите же, что здесь творится. Только по проезду телевидения таможня начинает работать. Вы сейчас уедете, мы опять здесь будем стоять сутками. В последнее время постоянно получается. Постоянно такие очереди, постоянно сутки, полтора, двое стоим. Ни туалета нет, ни мусорки нет, ни мусорников, ни баков, ничего нет. Стоим так посреди поля. Для большегрузов автодорога М32 – самый выгодный маршрут через пункт Сырым транзитного коридора Западной Европы. Западный Китай проезжает до 70% большегрузов, пересекающих российско-казахстанскую границу. Невыгодно ездить через Кустана, через Север, там, во-первых, дороги плохие. И потом, получается, я, если в Москву еду, зачем мне через этот весь Урал крутиться? Поэтому мы ездим отсюда, ближе. Здесь, получается, если даже 1300 километров до Москвы, грубо. А оттуда мне больше километра, потом заправляться надо. Будет в России дорогую солярку. То есть все транспорты стараются отсюда проезжать? Да, отсюда ехать. Выгодно ехать, потому что казахстанскую солярку заливаешь, с полными баками заходишь, чтобы в Москве, в России не заправляться. Представитель департамента госдоходов считает пробкой явление сезонной. Большой транспортный поток – больше случаев провоза контрафакта. И работа экспертного контроля – не причина заторов. Проведение манитонка максимально занимает полтора, ну, два минуты. Больше никакие работы нами не производятся. В результате нашей работы выявлено много фактов попытки ввоза запретных товаров. При выявлении нами таких фактов разворачивать, ставить штамп «выезд запрещен». Скоро откроют новый восьмиполосный пункт пропуска. Его строительство обошлось госказне в 2 миллиарда тенге и должно разгрузить границу. Между тем нейтральная полоса в полтора километра между пограничными пунктами двух стран остается двухполосной узкоколейкой. Пробка здесь, можно сказать, уже международного значения.